так коллеги мы здесь остановили сейчас как раз тоже сделали вот тут стык трех культур у нас здесь слева но это опять же полба которая была там значит сзади вас это спельта это озимая пшеница из прародительница как бы всех пшениц да и сзади вот у нас тут этот лен но он же как бы цветает ну посевы в этом году неплохие но край тут видно затоптанный разворачивались сеяли но в общем понятно технике технологические издержки значит но начнем с чего начнем с льна лен такая культура ну как сказать она должна ветвиться но дело в том что ветвление подразумевает под собой наличие влаги достаточно но так как этой влаги мы всегда испытываем большой дефицит это самая главная причина всех скажем не урожаев или помех для выращивания достаточного урожая мы сеем его чуть-чуть гуще мы 7 его до 90 100 килограмм рекомендации там где-то 60 80 но тогда получаются изреженные посевы он и сам по себе редки получается и плюс ко всему он еще не ветвиться поэтому 7 с тем расчетом что получим один стебель но хороший чтобы он мы ему сразу ветвиться не надо дай нам хорошую массу вот и все при нормальном ветвление и даже когда он одиночный стебель при ветвлении там получается где-то от 20 до 30 этих коробочек да если один стебель но там получается от 10 до 15 но в принципе количеством все выравнивается вот что мы делаем со льном продаем в принципе переработка подразумевает под собой только очистка ну тут опять же с этим льном большие проблемы потому что у него есть веточка на которой крепится эта коробочка она в процессе обмолота обламывается она обламывается до таких размеров что она либо в размере с семенами льна ну либо чуть меньше то что меньше может еще и добьемся что она провалится то что в размере это очень сложная ситуация с отбором потому что клиенты такие пендитные что хотят идеального качества чтоб там даже вообще ничего не было когда очень дешево было ну это само собой значит но мы пытаемся все это делать практически мы доводим до тех потребительских качеств которые от нас требует но бывает и спорим но что делать ну и все да елена николаевна что мы еще со льном все одни семена льна берут у нас его производители этого как он называется урбичей да и на аптеке не значит дальше что овес но овес тоже культура такая особенно галазерная культура в чем она ее недостатки за ним надо смотреть потому что он стоит 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 потом может за одну ночь взять и высыпаться у него открывается створки вот приходишь это рожь и овес это одинаковая такая культура за которой глаз-то глаз нужен потому что смотришь вот она раскрылась смотришь вроде бы еще и влажность есть так но лучше с ним не шутить потому что при комбинировании на свал его низко не скосишь потому что потери сумасшедшие надо угадывать так чтобы влажность позволяла убрать напрямую жатками и чтобы мотовила не выбили зерно то есть здесь контроль контроль и контроль еще раз нет уже до кондиции да она дошло она доходит до кондиции но не прозевать она может там три дня еще постоять но если прозеваешь и у нас так эти культуры подходят все останавливаем зачистка комбайнов очень капитально и заходим на эти культуры потому что их ни в коем случае прозевать нельзя вот из овса что мы делаем из овса делаем хлопья зерно и крупу вот спрос неплохой но хотелось бы лучше что еще у нас тут рядом лена лен и рассказал спельта спельта это у нас озимая пшеница сеется в те же сроки что и простая озимая пшеница значит также колосками сеется также убирается колосками вывод посмотрите колос у нее такой довольно таки длинный но она такая как бы кажется изначально что на рыхловатое но когда набирается масса створки увеличивается она уже до колос там концу к началу уборки получается такой очень красивый очень такой хороший еще есть такая особенность когда сильное солнце у нее эти чешуйки которые закрывают зерно они на солнце подгорают и как бы меняют цвет ближе к черному и изначально когда начали заниматься я сначала там первый раз испугался потом разобрались да жара солнце прямое солнце они донки нежно эти чешуйки но просто обгорает так что ничего спельта у нас идет на крупу на хлопья и на производство хлеба и на муку спельтовая мука делаем зерновой спельтовый хлеб значит есть у нас сайт биохутор зайдите там есть список магазинов и которые возближаешь или по по пути это проезжать будет вот а еще лучше позвонить отдел продаж и спросить кто у нас покупает муку спельта да в крайнем случае если уже нигде не нашли можете позвонить сюда сделать заявочку вам отправят что еще рассказать спельта на также убирается и и надо но она очень тяжело вымолачивается очень тяжело поэтому здесь когда начинали мы с этим делом работать наши компании рта что там ее там 50 гектар сейчас мы и быстренько сметем и как стреляли те уже по 300 по 500 тонн намолотили комбайна они 50 гектар никак еще не молотите так что здесь применяем кофе да эту культуру валим потому что напрямую и вообще тяжело убирать поэтому она лежит мы стараемся этот процент привести к ста процента потому что это самое оптимальное мероприятие да меньше потерь сохраняется качество особенно кликовина и дыка вот бывает так что просто по примеру приведу мы когда-то свалили пшеницу дождь перебил мы оставили и потом когда уже после дождя зашли в массивы напрямую убирать и убрали это там где была свалена пшеница был третий класс там где-то был четвертый класс вот и все мы для этого купили свальную жадка мы его все валим она сохнет потом еще молотим все сорняки высыхают в волке для этого и жадка поэтому раздельная уборка для этого все и применяется и жадка я вам скажу так вот мы сейчас дальше перейдем к чечевицам жадка которая одна косилки она практически бреет под самый корень и потерь вообще практически нет если это напрямую уборка вот а свальную мы специально покупали в большее самая главная была задача это свалить чечевицы потому что там потери были сумасшедшие убираем волке уже обмолачиваем если осадков нету то ну у нас что-то последнее время осадков нету